Салют подписчикам канала AtomOSio и случайным зрителям этого видео. Итак, друзья, не знаю как на других смартфонах Xiaomi, но вот на Poco X3 знаю, что многие сталкивались с плохой работой Wi-Fi и мобильной связи. Лично на моем Poco X3 NFC на первых порах использования я замечал, что вроде бы обе сим-карты работают, телефон показывает полный сигнал от базовых станций, но на вторую сим-карту мне не могут дозвониться. Спустя какое-то время на нее приходит сообщение о том, что мне звонили. Хотя я всегда был в сети. Что касается Wi-Fi соединения Poco X3 NFC, лично у меня проблем не было, а вот на Poco X3 Pro я сталкивался с проблемой Wi-Fi, которая была и есть у многих. То есть ты играешь в какую-нибудь онлайн игру, и во время игрового процесса вам пишут, что нет связи с интернетом. Хотя Wi-Fi ловит на полную и смартфон к нему подключен. То есть по версии телефона Wi-Fi не имеет доступа к интернету. Хотя это не так. Это фактически две проблемы на двух смартфонах Poco, с которыми я сталкивался лично и с которыми я пытался как-то бороться. И нашел выход из ситуации, друзья. Надеюсь, мой способ поможет многим также в борьбе с плохим соединением Wi-Fi и с плохим соединением от вышек операторов. Во-первых, друзья, те, кто следит за видосами на моем канале, наверняка видели в понедельник ролик, в котором я рассказывал, как правильно нужно обновлять смартфон, чтобы после обновления он меньше глючил. Извините, но в рамках данного видео мне придется повториться. То есть периодически проблемы с интернетом в Xiaomi возникают при фрегментарном обновлении прошивки. То есть при обновлении прошивки по воздуху. Это не полное обновление, а обновление малого объема. Поэтому для решения большинства мелких косяков, связанных с программным обеспечением, необходимо скачать и обновить прошивку полным файлом прошивки. Для этого мы проходим в общие настройки смартфона, заходим в раздел о телефоне и проходим в версию MIUI. Вот тут нажимаем на три точки, выбираем скачать полную прошивку. После того, как она загрузится, весить она будет где-то от 1,5 до 2,5 гигабайт, мы ее устанавливаем. После установки полной прошивки у вас с телефона ничего не удалится, так что можете смело обновляться полной версии прошивки. Необходимо после обновления зайти в настройки смартфона и в общих настройках тут найти раздел подключения и общий доступ. Проходим в него и в самом низу есть такой пункт, как сброс Wi-Fi, мобильной сети и Bluetooth. Он нам и нужен как раз. Проходим в него и сбрасываем настройки сетей. Если у вас две сим-карты, то обратите внимание, что вам нужно выбрать для какой сим-карты сделать сброс. Я делаю сброс для обеих сим-карт. Вот таким вот образом, друзья, вы можете решить проблему с нестабильной работой Wi-Fi и нестабильной работой сотового сигнала, которые могут возникать либо во время эксплуатации смартфона, либо после его обновления прошивки. После сброса настроек сетей вам придется заново подключаться к точкам Wi-Fi и к Bluetooth-устройствам. Так что стоит это учитывать. На сегодня у меня для вас все, друзья. Я надеюсь, телефон будет у вас работать после этого отлично и проблем с сетями больше не возникнет. Всем отличных выходных. Подписывайтесь на канал, если хотите. Всего вам доброго и до скорых встреч.